запись началась с вами серьезнейшая тема которую я решил повести в отдельный фильм дело серьезное мы добились северяне определенных успехов в чем вы скоро убедитесь но получилось так что испортив сорта переносом на север где они адаптировались где-то чуть-чуть приспособились помощью некоторых ухудшения свойств на чаще улучшения свойств наступил момент когда стал вопрос так ага мы теперь лучше чем южане лучше имеется ввиду сорта улучшенные сорта они настолько хороши что невозможно себе представить в чем вы убедитесь но назад им на юг уже нельзя испорчены как бы образно говоря вот тем не менее я заглавил этот фильм название придумал такой бросок на юг сибирь наступает давайте сейчас посмотрим ну-ка я запись идет или нет идет у меня была дискуссия с одним из южан можно сказать крайний юг крайний район сочи и с одной стороны человек хочет иметь такие сорта как у меня а с другой стороны сам же сомневается так как вот она зимы то нет вдруг когда я готовился дискутировать с ним курдилов публикует большое обстоятельную статью мне ее пересылают не буду еще цитировать так немножко своими словами единственное вот это вот несколько слов есть давно доказано явление только единиц и сотен сибирских сортов способных жить и плодоносит черноземь и тем более в южном федеральном округе только единиц и сотен вот я считаю что вот эти попытки перенести на юг во многих случаях во многих были настолько удачи насколько применялись южный прием вы меня знаете вы знаете что я сотни раз сотни фильмов сотню статей в журналах газетах в интернете пропагандируя отказ от жестоких таких способов ухода за садом перекопка почвы искусственная форма кроны обязательно осветленную вот и мне кажется что когда кто-то действительно переносил сибирские сорта на юг тут же самое начинали их уничтожать физически не потому что им там не комфортно просто физически уничтожать я сейчас просто знаете как я готовлю 2002 вебинар так вот он вот он вот он так вот он и тут есть у меня с этого с интернета была мною перри копирована вот эта статья я назвал из дурдома самое страшное что представим себе что все эти участники живут на юге пол миллиона с лишним вот и им бы пришлось мои уникальные сорта попробовать вырасти там а они хотят не все такого количества конечно единицы учитывая что разное масштабное явление там где-то задурено корень слова дур и дурдома слова задурено столько такое количество да вот и те единицы которые решаются мои сорта мои сорта братцы это никогда не претендую на это название не имею права они за тут за их и уничтожат это только один пример ждать его я ходил такой режим не скачет давление это страшно дальше не делать муравьями борется и самое страшное вот вот вами секрет вот сейчас у него гниет основания штампа у него совершенно больная кора дерева видите это уже лишайники это уже грибы и тем не менее он решил это конца уничтожить не понимая об этом хорошие ребята это где-то может иметь какую-то профессию он может быть летчиком вот он может быть пекарем-аптекарем тихо может быть только такой только в своем деле но тут его изобретательский ум привел к тому что его задурили в свою очередь те кто сказали любой ценой остановить муравьев и он сейчас практически уничтожил продолжает уничтожать дерево вот два яруса защиты от муравьев от лучших на свете защитников сада но я не буду вам сейчас это я просто привел один единственный пример как один из способов не чтобы не могли никак не могли попасть туда на юг никак не могли попасть эти же самые сорта образцы севера секундочку надо мне вернуться где я был вот это длинное вступление я не могу без него значит и так одной причин почему нельзя на юг вы уже знаете так вы уже знаете есть причина объективная называется зимостойкость деревьев если на севере деревьям конечно нелегко они переносят жуткие зимы хотя очень редко бывают зимние оттепели то на юге да посреди земли проснется и прощай вася что можно противопоставить дело в том что такое явление надо во первых осознать следующее сейчас я вам покажу свой сейчас вам покажу свой фото галерею смотрите вот надо вначале осознать что перед нами перед нами северный сад в основном 95 процентов мой сад и 5 процентов моих друзей который работает с моим материалом это все осознать невозможно для этого можно перестраивать полностью все сельское хозяйство плане садоводства вот видите невозможно вот это вот мы встречал телевидение только толку от этого уже нет сейчас перешло это телевидение встреча сейчас все это перешло пространство интернета помните полмиллиона учат и это к это учеба главное это не просто а вот делайте так спасайте от мараев уничтожая деревья а вот здесь вот никто не спасает а здесь идет защита мара веника вот уничтожение защита наоборот все результаты вы видите и вот эти результаты они никого не впечатляют то есть как будто этого не существует ради редкие случаи приезда телеканала до редчайшие случаи раньше приезжал так победила против положить точка зрения а этого нет ничего этого просто нет и брата и все как как бы не существует этого год за годом вот за годом вот за годом каждый год вот такие вот явления странно да академия наук не надо министерхоза не надо министерство высшего образования министерство науки тоже не надо все это должно быть давно изучено все внедрено вот но пока будем маленькими шажочками этот фильм увидят несколько сотен человек но не полмиллиона как тот что учит убивать вот исчезли видите это журналистка угощая персиками неукромными все исчезло все любопытство интерес вот устали смотреть я даже устал листать сейчас я вам покажу о чем мы будем говорить последние на эту фотографии одной из сотен тысяч вот это абрикос с юга который я привез в виде веточка с юга с украины это херсонская область береславский район вот привил на манджурса вырастил это один из пример потому что некоторую часть моей коллекции составляет европейцы те которыми нас пугают европы вот теперь все урожая нет это фактически так оно есть если выход вот в чем дело итак это перед вами жердель самые простенькие абрикосы правда вкусная вот у меня с кислинкой а на юге чисто сладкие там теплее и вот это вот мною проверено я сам с юго-запада украины выходить проверено мною как конечно без этого без статических данных но каждая зима а я там прожил много зим каждая зима оттепели сырость упадет снег растает воздухе туман да такой влажный 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 туман зимой может быть и плюс 10 они плодоносят там у меня тем более плодоносят действовать и перенет ну вот я привел пример когда абрикос не боится этих самых оттепелей а где он живет он живет посреди моего сада так рядом кругом все вот это вот роскошь рядом с ним 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 и получается следующее влияние с помощью обмена зря мы-то я называют обмен генами без получения плодов то есть не в том чтобы вырастить и получить семена косточки простите вырастить еще поколение это путь науки длинные часто безнадежны а потом а здесь не так идет опыление без зачатия или зачатие в но сбросом неполноценных плодов и все равно в в науке есть такой термин это называется телегония но она не признана официально вот если бы я вам показал у меня есть отдельный фильм я все это раскрывал и на вебинарах раскрывал вот уже наука и . тот кто занимается я допустим это примеры приводить уже не могу но вспомните эти кобелька какого-нибудь дворной который может испортить породистую суку даже если нет у нее потомство от него но все равно испортить будущее потомство уже от породистых кобелей и много такого тут вот уперлась наука и все садоводство это не относится а я считаю так что сейчас произошло следующее вот это вот невиданное количество я уже листать все боюсь вот это невиданное количество того что произошло саду то есть произошло я называю смешиванием кровей может быть мои термины вызвал эту смешку где-то вот может быть но это смешение крови происходит не только у потомство на прямо напрямую значит какое-то количество вот из этих сортов от образцов значит они получили получились получили уже будем говорить про потомство потом стать тут уж тем более у потомство тем более это все перемешались гены и в результате получается потомство непредсказуемо и совершенно разные вот растет это какое-то дерево а у него с одной стороны королевский с другой стороны академик с третьей стороны это же жердель который я показывал четвертой стороны друг манджурис диковатенький вот и он может не испортить а сделать еще один один гибрид пусть не сорт нет только лишь гибрид и еще один вариант гибрида попроще поскромнее но понадежнее потому что уже абрикосы приближается к приполярной зоне и так еще поняли чем я клоню да значит осталось только методом тыка найти среди них среди этой роскоши методом тыка надо найти самое подходящее для юга а здесь можно брать только количество еще один момент знаете что меня смутило в этом утверждении курдимова вот да мы не это самое не спорим и не противники указывая свое мнение мы стараемся придерживаться каждого просто придерживаться каждого сравнения без каких-то эпитетов без каких-то штампов приговоров просто он так считает это так что но свое мнение мне надо отстаивать еще каким способом видите вот эту красоту да неописуемо вот она все не имеет права жить в сибири удалось продлить их рост крот в сибири простым способом я назвал это настроение ментора то есть когда с первого поколения первые советские на второе уже у нас уже тут же не дожидаясь плодоношения на следующий год можно веточку перенести на сделать третье поколение а по двое все одинаковые все родственники те же менеджерцы встретила черта и уже чертого пятого поколения мы имеем эту роскошь они же попутно увеличивается для этого нужно это особо объяснить мое объяснение простое она нам пригодится именно для этого фильма посмотрите может это долгий разговор у меня все так как-то там просто раз приговор единицы из сотен остальное все погибнет а мне нужно свое доказывать а доказать что такое представим себе несколько ледниковых периодов последний был всего 10 тысяч лет назад вот нависло это страшные два-три километра высотой ледник представляет такой толщины льда уже над нами над центральной европой южная европа это как сибирь куда делись растения где-то выжили в африке потом ледник естественно что все погибло черта матери вот такая русская все погибло ладно тогда получается что что дальше то а дальше ледник начинает отступать а та роскошь которая где-то сохранилась может быть на краю земли где-то там центральной южной априке начал возвращаться обратно постепенно переносится с косточки переносится косточки семечки птицами животными на земле все теплее возвращается обратно и даже в европу ладно есть еще второй путь семена могли у проезда миллиарды триллиона миллиардов миллиарда триллиона они могли просто остаться на земле и горы десятилетия может быть столетия еще такое понятие криво хранение то есть хранение при этом при температуре замерзания азота вот и это тоже есть и они прекрасно сохраняются это о чем говорит оттаял ледник из-под земли появились разные растения в том числе эти же самые вылезы есть еще одна теория чисто моя мне по тебе никуда не деться это теория вот чисто моя вот на землю культурные растения попали сразу это есть такое понятие панспермия перенос с помощью там это долгий разговор мы не будем с помощью замороженный голубь льда и так далее так далее весь цивилизованный путь такое впечатление что землю заселяли не раз знаете как 67 всемирных вымираний и она прослеживается в отложениях всевозможных отложениях этих самых осадочных пород а потом бах нет ничего и вдруг вот слон вам от акула огромный кит очага которая не придерживается версии панспермии или например цивилизованного пути так и придерживаться простоят мертвы на своем ну чистое значит такие как сказать не назовешь дубовыми вот ну это и сами в африке то есть что с ним взять вот это и не быть его вот им были вынуждены что за 30 миллионов из мышки вот смотрите на это размер мышки вот вот видите из этой мышки за 30 миллионов лет получивший человек а им скрыть нечем если большинство произведение исключает цивилизованное исключает панспермии исключает получается одно из этой мышки это наполучил и это проходит в школе это мышка наружка в эту самую которая выползла из норы видите ли там после черного катаклизма ее враги кровожадные зубастые перед этим которые были динозавры исчезли и жрать их некому и они вылезли и стали человеком за 30 миллионов лет вот эта глупость величайшая она процветает это и дает возможность убивать людей разрушать города бомбить бог это нет и вот получается что это еще один путь вот который я назвал и тогда получается что пусть цивилизованным путем попали на землю или диким путем с помощью группы льда астероидов быстро быстро а у них уже все это было в генах существует интересная вещь что каждый уже не почки в каждой клетке есть где-то самое среда есть заложено способность вырастить целое дерево из каждой клетки клепка дерево это чудо и чудес до сих пор не осознанно до сих пор это значит жизнь была вечно она была и ты смелена это мышка превратилась собаку а потом человека крышу собаку вот человека нет этот период на триллионном лет потому что развить такую способность практически и после всего этого я что хочу сказать шанс вырастить на юге сибирское дерево она условно сибирского смотрите можно были бы назвать вот эту всю роскошь сибирскими они тут прожили-то я жердель сказал я в 2001 году привез почему нельзя вернуться на юг туда где как например в районе сочи не читай абрикосы не растут давайте попробуем жердель которая не боится зимний хоть теперь а остальное все что растет вокруг ее вот это ряд вокруг не растет она уже значит тоже напитал и жердель есть такой ваулин он исполняется директор мярского института он мне выписал то ли 20 или 30 вот такого размера сеянцы из-под одного единственного из-под одного манджорского абрикоса патриарх вырастил и получил совершенно разные плоды это сколько вокруг было пап а еще бабушки и дедушки помещурина еще и бабушки и дедушки и вот получилось великое роднообразие и теперь это длинное вступление назовем первой серии подготовилась к тому что сейчас мы будем до брать количеством да не дешево но теперь следующий этап будет уже конкретно и более деловой мы сейчас попадаем вот сюда и начинаем работу семенами полностью курдюма и проверить не могу но вот в этом утверждение что способны же только единицы я с этим не согласен может быть и не все сотни но многие есть такой пример интересный по вишнам да это длинный ряд вишен сосед посадил потом погиб на пожаре вишни вырасти дают огромнейший урожай вот мелкие кислые а последнее в ряду где-то года 35 назад дала стала довольно крупная и практически европейские практически не отличим от владимирских вишен сорта плоды крупные и достаточно вкусно один год на следующий год стал такой как вообще ну тогда вот у меня еще один есть довод о чем о том что наверное они пришли в сибирь с помощью толыпинских переселенцев как могли одичево одичевали потому что надо выжить но гены культурных у них остались это дальше неспорчено всегда будет какой-то год раз что-то там сломалось она стала опять культурный но этот способ с помощью наслоение ментора это мой способ перенос первого поколения второе на третье на четвертое на пятое удается не только закрепить вот эти качества вот эти южные качества но и во многих случаях даже увеличить потому что этого не может быть оно и есть все я буду про каждого рассказывать вот они увеличенные плоды значит все это изгена можно ли если отсюда взять кусочку галнуть на юг нужно хотя бы не замерзнет это же роскошь до 120 грамм это роскошь уже хотя бы не замерзнет и вот она думаю ну хорошо пропускать урожай будет но почему она должна обязательно погибнуть а наш оттуда она всему-то там 20-30 лет назад там то и жила там сейчас случилось следующее в моем саду а до этого в саду казмина академика на дальнем востоке у меня же полноса там оттуда дальнего востока вот там все эти гены перепутаны с дальневосточными работал мичурин с европейцами работал дальневосточных казмин академик вот тут еще я добавил свое вставляйте вот так ну что будем первую серию заканчивать если вас убедился взять вот это все количеством 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 то можно добиться чего можно добиться возрождение заметьте мое слово там стоит такой процент гибели там такая безнадёга в районе товара сочи что можно добиться возврата пусть не всего но и опять там можно обратить несколько поколений довольно быстро тут и надо от семечка на семечка это 5 8 10 лет туда до прививками тогда получается всего несколько лет они 35 поколений по 58 лет то есть человеческая жизнь давайте друзья заканчивать и начинать новую серию установить запись